Ребят, всем привет! Вообще, я иду в магазин. Прям ветерок, я думаю, видно. Кстати, ребят, в Израиле уже начался сезон грибов. Насколько показывает Фейсбук. Я вот мужу предложила, говорю, может съездить по грибе, а не на рыбалку для разнообразия. Чувствую, когда он соберется за грибами, я уже не захочу. Как мы в том году поехали, когда первый раз, был дождь. И потом это был не дождь уже, а ливень. Слава Богу, что вообще мы с этого леса потом выехали, не застряли нигде. Не, по дождю ездить это не варик. Да, как я люблю ходить на горки, это капец просто. Уже жарко. Да, балаган, как обычно. Так, зелень надо. Возьму-возьму. Давай, давай. Считает цены... А, 6,90. Какую-то такую пачечку. Кошмар. Знаете, ребята, уже как-то страшно брать эту зелень, потому что она внутри вот такая вся мокрая. А, соответственно, гнилая будет. Не знаю, думаю, вот эту вот капусту взять. Надо менее мокрую найти. Кошмар. В общем, взяла я вот эту вот капусту в этот раз. Так, друзья, взяла я еще пучок кинзы. Все же планирую приготовить баклажаны. Даже не знаю. Картошку, наверное, использую та, которая есть. Написано для запекания. 4,90. Но очень большие мешки. Так, взяла я еще кукурузу. Может, здесь еще на салатик. А, это все тут для кондитерки, шоколад, крошка, всякие пудинги. Блин, а это что? Это уже готово или это готовить? Че-то... Что это за вода такая стоит с мятой на полках? Так, хотела я еще посмотреть вяленые помидоры. Но я что-то не вижу. Это чисто израильский магазин, поэтому здесь, конечно же, все израильское. Да, где же, интересно, здесь вяленые томаты. Это что-то... Наверное... Ага, вот, наверное. Они прям... Такие прям, да... В банке. А есть в вакууме. Вообще, это хоть точно томаты? Ну, нарисованы, да, томаты. 12,90. Ну, и в пиццу, конечно, круто. Но я с пиццей пока в завязке. А здесь с оливками томаты. Тоже для пиццы просто бомба, я думаю. Ага, полетого я еще лук хотела взять для салата. Но опять вкусняшки. Зачем я зашла в этот ряд? Непонятно. Выходить надо. Та горчица здесь самая дешевая. Да. Да, блин. Вкусняшки обходим 20-й стороной. Да? Выходить за афрой? Здесь. Так, для собачек. Песта... Глянный. Наверное, пока я его все равно покупать не буду. Песто. Блин, цены нет. Вот, е-мое. Походу, бесценно. Это, кстати, колбаса вся кошерная. Соответственно, на вкус не на мой. И уж тем более не на мужа. Вот эту я штуку покупала. Баклажан тут с майонезиком. Мбэ манюнес. Перчик на гриле. Это, конечно, вкусно. Так. Все, хватит. Пойду я возьму красный лук для салата. И буду выходить. фруктов. Правда, я не взяла, конечно. Это не очень радует. Так, красный лук мне надо. Где он? Вон он. Какой-то магазин новый. Я что-то ни разу не заходила, но я не пойму, что почём вообще. Какие цены. Ага, тут арацены какие-то. Тут прям 4 на 100, 3 на 100, 3 на 100. Так, ребят, делаю вчерашний себе обедик с яйцом пашот. Сегодня я купила вот такой вот хас, которая в виде вот такой вот розочки. Вот. Вместо зелени у меня сегодня той, которая была вчера. Листья в бэбеке. Вот такая вот хаса. Итак, друзья, обед готов мой. Потому что, как обычно, я не завтракаю. Тем более, так плотно я не могу завтракать. Но нормальные люди именно так и завтракают. Плотненько. Потому что самый основной приём пищи, конечно же, это завтрак. Ну, хотя бы в этот раз сегодня я не в 4. Завтрак-обед, а пол первого. Так что и не устану делать так. Та-дам! Яйцо пашот мой готов. Короче говоря, думая, что с этого куска говядины, который я разморозила, приготовить. Меня очень смущает. Вот это вот плева. Я постараюсь её как-то срезать. Потому что такое мясо я не покупала никогда. Это мой дебют. Именно вот такую говядину. В общем, и хочу я её тушить сначала. Вернее, обжарить, а потом уже тушить отдельно. И, возможно, с картофелем. В общем, посмотрю, что с того выйдет вообще. Так, ребят, я его решила отварить, потому что вот эту плеву я никак не могу срезать. Оно такое жёсткое, но мне, как бы, говорили о том, что его нужно варить или там тушить часа три. Но я его даже порезать тупо не могу вообще. Ну, поэтому я его отварю. Вот. Потом порежу, обжарю, и потом уже буду тушить с картошкой ещё. Ребята, в общем, мясо варится час. Поставила ещё таймер. Короче, да. Этим временем я уже загрузила вторую стирку. Посуду помыла. В общем, жду. По-прежнему мясо варится, стирка стирается. Сейчас сбросила я коврик с душевой. И, в общем, порезала я кружочками баклажаны. Залила туда немножко воды. Я хочу их немного так с легонца буквально пропарить, чтобы они стали помягче, потому что вот такой толщины они будут достаточно много жариться, очень много возьмут масла. Поэтому я их немножко до полу, так сказать, готовности доведу. Потом буду обжаривать. Ну что ж, я обжариваю баклажаны. И сейчас, когда я закончу с них, то буду приступать к начиночке. Так, пришло время для моей ступочки покрасываю под крупью, распечатаю. Так, помыть ее надо. Так, ступку я помыла, вот беру орешки, сейчас их измельчу немножко на доске сначала, а потом уже в ступку. вот как-то так положила. Сейчас ножом измельчу. Сначала я их как бы давлю ножом, прижимая. Вот. Потом вот так щелк-щелк. Потом уже можно в ступку. Не знаю, я видела как-то у девушки в рецепте у одной, что она их кипятком обдавала. Не знаю. Сейчас вот измельчаю орехи и думаю о том, что только что позвонили мне. и снова заказик на тортик муравейник. Завтра предстоит мне это. на самом деле, знаете, такое многие любят и в принципе не занимает много времени, каких-то сил и очень многим понравилось. Сколько я делала, вот мне уже человеку второй раз просит, хотя что там делать, да? Так, пересыпаю я орех в ступочку в свою. Мне вот интересно, мне хватит этого ореха или нет? Я немного сделала, всего лишь с одного баклажана, он был огромный. Я вот решила сделать вот эту вот грузинскую, так сказать, закусочку. так в этой ступке отлично толчется прекрасно, я вам хочу сказать. Итак, ребят, чесночок я почистила. сейчас выдавлю в ступку. Повторюсь, как я люблю давить чеснок сильно. Так. А еще больше люблю я мыть чесночницу потом после того, как сделаешь дело. так. В общем, теперь это как-то так все перемешать. Орех с чесноком перетолочь. Делаю это, кстати, впервые. Вот именно эту закуску. Обычно я рулетики делаю всегда по-другому. и на канале есть видео с этими рулетиками. Так. И немножечко капельку майонеза. Буквально наверное чайную ложку. Получается вот такая заправка. На самом деле конечно наверное все что занимает долгий процесс вот такой вот нудный 40 этапов это сделать то сделать все это конечно вкусно но очень долго кропотливо грязная посуда опять-таки появляется из-за этого дополнительная и наверное еще скажу что не стоит пропаривать баклажаны поджарить баклажан очень нежный в принципе достаточно и прожарочки как бы и он будет мягкий нормальный хороший потому что даже минута в кипятке потом обжаривать баклажан очень нежный очень да можно было наверное побольше орешка но я не хотелось чтобы потом этот орех оставался просто с чесноком как бы ну как-то так окно и последний шаг это кинза что будет с этим мясом говядина которую я отварила вы уже знаете об этом следующем видео так как доготавливать я буду завтра ну собственно вот и все ребят на этом я буду заканчивать свое видео всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки и всем пока-пока до завтра и